здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачко это видео будет полезно даже тем кто терпеть не может овсянку почему вы узнаете на протяжении видео эта информация поможет вам снизить вероятность развития рака либо хронического отравления ну а тем кто любит овсянку это видео думаю будет гиперполезно чтобы узнаете как купить овсянку например без стирального порошка такая ситуация часто встречается я об этом знаю а также вы узнаете как купить овсянку чтобы не повысить вероятность развития рака желудка поджелудочной железы и печени а при некоторых заболеваниях чаще всего регистрируемых у женщин и рака толстого кишечника я знаю чем говорю одна из более 50 опубликованных книги брошюр рак профилактика ранняя диагностика нужно учитывать разные факторы риска сочетанное действие которых на разные органы и системы дает разный результат и ваш выбор овсянки может определить в какую сторону сместят сместиться равновесие и так прежде чем приготовить вкусную здоровую полезную для здоровья овсянку о чем я расскажу в следующем видео нужно сделать правильный выбор и выбрать овсянку можно из трех источников можно купить овсянку на развес пожалуй это самый дешевый вид крупы можно купить овсянку в воздухонепрометаемых пакетах или купить овсянку в картонных коробках и что объединяет все эти три виды овсянки а их обвиняет одно интересное свойство производитель прежде чем дать возможность вам купить овсянку убрал плотную оболочку очень неудобно и и жевать только кони выдерживают термически обработал фактически он с вам сварил овсяную крупу высушил и дал возможность купить и вот от этого события зависит онкологический риск иными словами чем дольше хранится овсяная крупа тем больше в овсяной каше портятся жиры и становятся фактически канцерогенами и прогорклый вкус когда вы берете овсянку и вот она вот таким вкусом обладает это уже говорит о том что вы рискуете онкологии и чем дольше хранится овсяная крупа тем больше риск поэтому первый совет диетолога в этом видео не берите овсяную крупу которая просрочена или дату рождения который вы не знаете чтобы не рисковать онкологии или покупаете книгу и учитываете другие факторы риска чтобы не рисковать онкологическими заболеваниями по этой же причине я не советую покупать овсянку на развес кислород воздуха тоже окислитель он ускоряет окисление жиров и даже если овсяная крупа относительно недавно приготовлено относительно свежие и в этом случае онкологический риск может быть повышен точно также он повышен и в случае если вы покупаете овсянку в картонной коробке картон воздухопроницаем иными словами окисление может продолжаться внутри поэтому в этом случае самый лучший выбор это все таки воздухонепроницаемые пакеты тут имеет значение насколько хорошо высушил производитель нужно ему доверять там не должно быть влаги влага точно такой же создает неприятную ситуацию по окислению активных веществ и такая крупа тоже может портиться поэтому не лишняя будет посмотреть на дату ее рождения и финальный срок реализации старайтесь не попадать в этом случае в акции вы можете купить не самую лучшую овсяную крупу а что же со стиральным порошком стиральный порошок тоже может быть в овсянке и механизм его попадания туда очень простой овсяная крупа очень гигроскопично если она хранится прежде чем купить овсяную крупу посмотрите вокруг нет ли рядом хозяйственного дела где могут быть испарения не самых полезных для здоровья веществ которые могут нарушать работу не только пищеварительной системы но истощать финальные возможности печени почек книга что делать если у вас есть печень и почки когда-то мы была опубликована и не будете потом удивляться почему у вас появился жировой гепатоз вы ведете здоровый образ жизни у вас здоровое питание вы не употребляете алкогольные напитки не лечитесь медикаментозно а жировой гепатоз есть а причина может простая ваш выбор овсянки был не самый правильный кстати именно по этим признакам я бы советовал выбирать и другие виды круп поэтому те кто не любили овсянку не знаю полюбите вы ее теперь или нет но я бы советую вам точно также выбирать и другие крупы они точно также в большей или меньшей степени могут быть опасны и это нужно просто правильно знать и правильно учитывать в этом случае ваше здоровье будет в безопасности уважить будете лучше и дольше вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео я думаю что крупами питаются многие не забудьте поставить на это видео лайк можете сделать репост можете выразить свое мнение в комментариях какую овсянку на развес картонной таре и либо в другом виде вы покупали будет понятно и другим зрителям моего канала особенно если вы попадали на неприятности возможно у вас уже есть какие-то осложнения связанные с неправильным выбором овсянки можете отметить от ошибок никто не застрахован важно ошибки не совершать повторно не дурак тот кто не не совершил ошибку все знать невозможно хуже если человек повторяет ошибки и осознанно вредит своему здоровью зрители моего кулинарного канала диетолога скачков я думаю узнать больше информации и чем меньше ошибок вы будете совершать тем лучше и дольше жить будете до новых встреч на моих видео каналах доктор скачков и школа доктора скачков это youtube а также школа доктора скачков instagram в следующем видео расскажу как правильно приготовить овсянку там тоже есть свои нюансы не знаю которые можно здоровье немножечко и потерять до новых встреч ожидайте следующее видео